Не автобус, а добробус. Большой и красивый отправился на первую экскурсию в рамках регионального проекта правительства Подмосковья «Активное долголетие». С ветерком и комфортом его участники были доставлены в подмосковный Версаль. Я сюда любил ходить с детства. И приятно сейчас прийти после реставрации, что-то сделано, что-то восстановили. Приятно познакомиться, посмотреть и просто получить удовольствие с детства. Дела амурные. Здесь бог любви с психеей, а здесь с палец и геркулеса. Для участников проекта организовали экскурсию по дворцу Усальба Архангельская. Из зала Тьепала в зал Юбера Робера, где французская живопись соседствует с мотивами антечности. Этот экскурс в историю и культуру эпох пришелся по душе тому, кто не хочет на пенсии, сидеть перед телевизором и предпочитает время проводить. Активно и интересно. Это жизнь. Можно просидеть, а можно действительно увидеть такую красоту. Здесь такой красоты мы не встретим нигде. Двигаемся. Движение – это жизнь. Это истина. Это прямо показывает на наших примерах. Мы не болеем. За ними не угонишься, говорит глава округа. И в этом лишь доля шутки. Часть экскурсионной группы не упустила шанс пройтись по парку музейного ансамбля в спортивном ритме – скандинавской ходьбой. В ходе общения с Эльмирой Хаймурзиной участники активного долголетия обсуждали не лекарства и пенсии, а где бы раздобыть и поставить уличные тренажеры и нехватку партнеров-мужчин на танцах. Для людей серебряного возраста нужны полноценные центры долголетия, уверены в администрации. Нам нужно несколько площадок таких, несколько помещений в разных частях. Ну, я условно говорю, там ближе к пойме, в центре города, в Нахабино, в разных местах. В Архангельском, может быть. Но мы начнем с одного сейчас, главного. Предварительно мы сейчас прорабатываем, возможно, это будет на улице вокзальной. Большой центр, тысяча почти метров. И мы, конечно, мы планируем, чтобы там был танцевальный зал и кинозал, какие-то такие более маленькие помещения, чтобы мы могли заниматься. По словам главы, первый такой центр может открыться уже в начале следующего года. Пока же активное долголетие стоять на месте не будет. В рамках проекта уже проходят уроки компьютерной грамотности, занятия йогой и танцами. А Добробус доставят желающих на разнообразные экскурсии. Записаться на них можно на сайте долголетия.мосрек.ру или через мобильное приложение соцуслуги. 1 октября рейс в музей-заповедник Пушкина в Больших Веземах.